Всем привет, с вами Killboss и это обзор на программу RamExpander специально для сайта 4pda.ru Вкратце расскажу, что эта программа увеличит количество оперативной памяти в зависимости от того, сколько вы укажете. Количество оперативной памяти это которое воспроизводит программу, то есть существует множество разных типов оперативной памяти, в моем случае это 524 мегабайта. Предположим, что одно приложение занимает около 100 мегабайт оперативной памяти, в данном случае у нас остается 424 мегабайта оперативной памяти для дальнейших приложений. Также большинство оперативных приложений занимает также какую-то часть оперативной памяти. У нас остается около 234 мегабайт оперативной памяти. То есть, вот эти вот 324 мегабайта оперативной памяти вы можете потратить на свои какие-то нужды, там, игры и всё остальное. Но существуют игры, которые просто-напросто требуют больше оперативной памяти, чем у вас дозволено. Например, Mortal Modern Combat 4. Он требует очень довольно порядки оперативной памяти, около 700 мегабайт. Это очень требуется на играх. Но сейчас не об этом. RemExpander спасает нас из такой ситуации и увеличивает количество оперативной памяти в зависимости от того, сколько вы укажете. Итак, открываем приложение. В данном момент свой файл у меня включён, я его выключу. Вы видите, внизу вот была такая строка сцене, скажем так, AJAX окно. Она показывала уведомление о том, что выключается свап, и лучше пока ничего не трогать. Свап файл создаётся... Так, секунду. Свап файл создаётся на какой-либо карте, в зависимости от того, какой вы укажете. Можно указать её, нажав опции Swap Tier Party. Тут выбираем либо CD-карт. SD-карт 0 или SD-карт 1. SD-карт 1 в моём случае это память устройства, но у меня память заменена. То есть у вас будет, в частности, это внутренняя память, ой, внешняя, и SD-карт 0. Это у меня внешняя память. То есть внутренняя, но внешняя. Вот так вот. Свап файл. Свап файл создаёт свап файл. Это пока не трогаю. На TV-айкон показывает уведомление о строке состояния свап файл. Активное подключение свап файл. Я поставлю для примера. Но Фрисмод выставляют, если при активации веб-файла или те активации у вас подвисали приложение. Авторан выставляют в том случае, если вы хотите, чтобы программа загружалась при запуске телефона автоматически. Хупермод у нас удаляет кэш приложений, когда его удалите из памяти. Итак, я поставлю вот так и вот так. В основном я ставлю 354. Ну, да, зависит от того, какую игру хочу запустить. В частности, у меня свап запущен практически всегда. Советую вам ставить от 300 до 400 мегабайт. Свап нас это количество в процентах, сколько вы хотите, чтобы программа брала оперативную память. То есть, из веб-файла. Ну, я просто не знаю, как это точно объяснить. Но, в принципе, говорю, что выставлять ее нужно от 40 до 70. В моем случае это 65. Пусть будет так. Минфри килобайт всегда ставим на 0. Всегда ставим на 0. Потому что, если вы поставите, например, на максимум, то получается у нас 10354. Кстати, значение можно изменять путем нажатия на них. Если вы не хотите по ползункам. Например, у нас стоит 354 и 187 минфри килобайт. То есть, это минимальное количество оперативных, свободных килобайтов, памятью. Если, например, вы поставите вот столько, а здесь будет стоять столько, бывают разные случаи, когда свой файл стоит больше, меньше, чем последняя строчка минфри килобайтов. В таком случае у вас телефон зависает и просто уходит в ребут. Поэтому лучше всегда ставить на минус. Оптимальный валу выставляет оптимальное значение оперативного и свап-файла. Это совершенно не нужно к нам, как по моему мнению, так и, наверное, по всему мнению. Так что лучше не нажимать ее. Моя инфа показывает информацию о вашей карте памяти. Здесь я, как я и сказал, выбираю каталог вашего носителя, куда вы будете устанавливать self-file. Точнее, где создавать. Линейдж создает... Ой, выбирайте язык. Это английский или... Итч, не знаю, что это. Свап-файл показывает информацию о свап-файле, если он у вас запущен. Хелп-помощь. Это понятная будет информация, тоже понятная информация. Кайнс-тоже информация, что-то типа того. Ребут-перезагрузка. Эксид-выход. Выход из положения. Ну что, активировал свой файл. Сейчас я продемонстрирую, как удалять его. Заходим в любой проводник. У меня есть проводник в данном случае. И еще идем в конец. И смотрим... Файл, свап-файл, свап-п. То есть мы его так берем и удаляем. Если он у вас не активирован, то с вашим устройством ничего не будет. Обновлять приложение следует при выключенном веб-файле. И перед тем, как его переустановить, я сейчас скажу вам, что нужно делать. Открыть суперсу и убрать доступ. Просто удалить доступ к рам-экспенду. И дать ему уже в следующей версии. Так, сейчас я выставлю поменьше значение. Ну, вы выставляете от 300 до 400, чтобы просто быстрее загрузилось. 104. Ну что, запускаем. Сейчас она... От вашего устройства. Она зависит от карты памяти, на которую вы устанавливаете. Вот, у нас написана скорость записи, 9 мегабайт в секунду, в моем случае. И рекомендуемая скорость, 6 мегабайт в секунду. Ну что ж, наш файл активировался. Давайте проверим его. Сейчас мы, конечно, покажем не очень хорошие результаты, потому что мы поставили 104 мегабайта. Но что-то будет работать больше. Upsells. Но эту программу я тоже обзор. Откроем переводчик. Рам-экспендер у нас уже запущен. Откроем диск. Игры я запускать не буду, так как об этом вообще нет смысла. Я думаю. Ну и запустим 4пт сайтик. Как раз здесь я вам могу показать саму тему. Вот, свапит рам-экспендер. Последнюю версию вы всегда можете скачать тут. Ну, либо альтернативный способ на маркете. Она стоит 229 рублей. Вот как раз таки она. В данном случае у меня пиратская версия установлена. Я не стал ее покупать. Смысла нет. Вот. Тут можно также почитать, что нового. Теперь она работает без BFC-бокса. Можете смело устанавливать. Тут весь ченжелок. И описание можно перевести и почитать. Также от этого производчика есть еще интересное приложение. Тоже можете посмотреть. Ну, теперь смотрим, проверяем. Мы запустили 6 приложений. 5. Открываем рам-экспендер. Он у нас остался в том же положении. Открываем переводчик. Тоже в том же положении. То есть, вы смотрите, как если он не запускается, то есть сразу же открывается быстро. Значит, приложение работает все еще. И, ну, в нашем случае Play Market мы открыли. Так, переводчик я уже открывал. Диск. Так же у нас не запустился. Остался запущенным. И AppSales. Да, тоже у нас все работает. Теперь давайте закроем все эти приложения. Как я и сказал, не рекомендуется обновлять и удалять приложение при активном своем входе. В данном случае вы превратите свой телефон в кирпич. Ну, или планшеты. Ну, что ж, наверное, я вам все рассказал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду очень рад. Надеюсь, что я вам помог в освоении данного приложения. Так же для него есть виджет. Тоже можете просматривать свободную оперативную память. Только он показывает его. И так же отключать его. Ну что ж, всем пока. Спасибо, что посмотрели данный отзор. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...